Теперь в нашей деревне Романовичи воду можно пить прямо из-под крана. Продегустируем. Этот день был долгожданным в Романовичах. Наконец чистая вода пришла в деревню. Алексей Соловьев живет здесь 15 лет, воспитывая двух детей. Говорит, населенный пункт постепенно развивается и становится более комфортным. Единственное, чего долго не хватало – качественной воды. Сейчас здесь появилась станция безжелезования. Проблема с водой здесь уже давно, потому что старые системы коммуникации были. Вопрос стоял очень остро, потому что маленькие дети и все-таки здоровье детей – это первоочередное. Мы ждали очень давно, и мы очень благодарны и Гомельскому жилкомхозу, и облсполком, и располкомам. До появления станции в Романовичах количество железа в воде превышало норму в 3-4 раза. Местные жители обращались в районную жилищно-коммунальную службу с просьбой решить проблему. Специалисты проводили прочистку сетей, но это давало кратковременный эффект. Теперь проблемный вопрос закрыт, по крайней мере, на ближайшие 20 лет. На сегодняшний день содержание железа по норме 0,3. Здесь до 0,3 мы даже не доходим, то есть перекрываемся немножко норматив, где-то 0,25. То есть жители уже получают чистую воду питьевую. Конечно, это достаточно хорошо, потому что шли к Морезому, к сожалению, не первый год. И вот достаточно быстро спроектирована была станция, и еще быстрее, конечно, такие сжатые сроки были построены. Станция в Романовичах очищает 14 кубометров воды в час. За месяц получается 5100. Этого не только достаточно, чтобы обеспечить деревню чистой водой, но и создать определенный резерв. Сейчас к объекту подключено 655 домов с центральным водоснабжением, в которых проживает около 1300 человек. Если количество абонентов увеличится до 2000, в деревне сделают вторую скважину. Станция безжелезная в Климовке обслуживает меньшее количество жителей, поэтому имеет и меньшую производительность – 10 кубометров воды в час. Кстати, на строительство двух объектов из республиканского и областного бюджетов было потрачено более 320 тысяч белорусских рублей. При строительстве использовались отечественные материалы и оборудование. Председатель Гомельского райисполкома Елена Олексина отметила, что в районе сейчас 13 станций обезжелезвения, которые ежемесячно очищают 72 тысячи кубометров воды. Сегодня жители искренне благодарны за то, что приходит качественная питьевая вода. Таким образом мы обеспечим необходимые условия для здорового питания, для качественного питьевого водоснабжения. И верю в то, что обоснованные жалобы наших граждан по качеству воды они сами собой будут разрешены. К концу года в Гомельском районе откроют еще две станции обезжелезвения – в Грабовке и Марковичах. Еще пять объектов введут в эксплуатацию в следующем году. Анна Корольчук, Игорь Морищенко. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова